Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Баярковым, я тут художник, который может обидеть каждого. Хочу развенчать один миф о том, что вот художнику для того, чтобы нарисовать хорошую работу, написать полотно, обязательно нужно вдохновение. Там певцу, писателю, инженеру или хирургу. Вот вдохновение. Это бред сивой кобылы. Настоящий художник или настоящий хирург, настоящий профессионал, там что летчик, что сантехник. Без всякого вдохновения всегда делает исключительно качественную работу. Если ты не можешь без вдохновения сделать то, что является твоей профессией, ну, ты лошара. То есть, как это так, если это твоя профессия, и ты не можешь без какого-то специального настроения сделать ее хорошо. Смотрите, допустим, Карузо или Монсеррат Кабалье или Фредди Меркури. Они всегда пели хорошо. То есть, никто не претендовал, что вот я вот без вдохновения не могу выйти на концерт. Профессионал всегда выходит на концерт, если это профессионал. И гениально исполняет в любом настроении, на любой публике, на любой сцене. Он не умеет по-другому. Нахрена профессионалу вот вдохновение как необходимость. Ну, есть вдохновение, нет вдохновения. Ты же профи. Это же твоя работа. Ну, не может Джан Роулинг написать хреновую книгу. У него не получится. Вот все, что она напишет, это будет гениально. Сейчас она под псевдонимом пишет еще там целую серию книг. У него жена читает. Просто, ну, я вижу, она оторваться не может. Я прекрасно понимаю, что миф о необходимости вдохновения придумали злобные дилетанты для того, чтобы оправдывать свое неумение работать. Профи. Это тот, кто не нуждается во вдохновении, чтобы сделать качественно свою работу. Профи это тот, кто всегда пишет хорошие стихи. Ну, вот, кстати, опять взять ту же поэзию там Серебряного века. Да их там просто уничтожали. А стихи были хорошие. Кстати, Шевченко забрели в солдаты. Результат налицо. Никто ему не помогал. Ну, в этом плане. Ну, если так взять в армию там лет на 10-12-15, это помощь. Ну, пожалуйста. Смотрите, Фредди Меркури, кстати, о котором, которого я привел в пример, последний свой альбом Innuendo, я считаю, лучший альбом Queen, практически создавал в предсмертной агонии. Он умирал. Он умирал. Как он себя чувствовал. Вы понимаете, какое вдохновение у человека, который умирает от СПИДа. Ну, тогда не было лекарств. Подождите. Если ты своей профессией назвал, не знаю, там, живопись, графику, архитектуру. Если ты плитку кладешь, вот просто. Вот человек ложит плитку. Послушайте, хороший плиточник всегда ее положит хорошо. Он не умеет ложить плохо. Хороший художник не умеет рисовать плохие работы. Это бред сивой кобылы. Вот у него было вдохновение, не было вдохновения. Смотрите, у меня есть в Америке знакомый, vascular surgeon, это судистый хирург. Он звезда хирургии. И он меня взял когда-то на операции. То есть он сам делает операции, друзья делают операции. И вот я по этой клинике, ну, понятно, меня одели вот это вот все, там, волосы под шапочку. Там вот такая сине-зеленая вот эта роба медицинская. И я видел, вот как гениальный хирург, вот гений, делает операцию на открытом сердце. То есть аортокоронарное шунтирование. Есть, знаете, одна маленькая пикантная подробность. Вот у меня здесь под вот этой бобочкой желтой, вот отсюда до сюда вот такой шрам. То есть мне тоже развязали грудную клетку болгаркой. Вот так вот ее открывали, ну, и брали кусок артерии, переставляли вместо того куска артерии, которая возле сердца, где была бляшка, там нельзя было ставить стенд, потому что там поворот. Я видел эту операцию, когда мне начали рассказывать в институте сердца, что мне будут делать. Я сказал, не надо, я все это видел. Я вот ту операцию, которую вы мне будете делать, лично своими глазами видел. И вам такую интересную подробность могу рассказать. Ну, не всем делали операции на сердце. Вот когда грудную клетку человека разжимают, там специальные зажимы такие, ее там специальная такая машинка, которая, она так медленно ее разжимает, там такие колесики крутятся, и оно так разжимается. Так вот, сила сжатия этой грудной клетки такова, что если бы, ну, гипотетически представить себе, что вот эту вот держалку вот убрали, и она исчезла, то сила схлопывания грудной клетки такова, что хирург бы отрубил руки. То есть, вот он засовывает туда, прекрасно понимает, что вот это, понятно, это все очень надежно, этого не может произойти, но он, когда погружает руки вот туда, к вашему сердцу, он понимает, какая сила справа-слева. Ему на это пофиг. Так вот, смотрите, когда я видел, как гениальные руки профессионала работают, знаете, что есть такое ощущение незабываемое, неповторимое, когда ты видишь работу, где не я профессионала, у тебя складывается ощущение, что это настолько просто, легко, что да ты бы и сам, это иллюзия, что вот, ну, как бы, ну, вот это, в принципе, это гениальная простота, человек настолько профи, что он все это режет, штопает, перерезает, переставляет, при этом он еще шутит, всякие шутки, прибаводки, и вы еще обсуждаете, в какой, вечером пойдете в ресторан, и он еще позовет этих, этих, этих друзей, то есть он настолько гениален, что ни о каком вдохновении для профессионала речи даже не идет. То есть вдохновение придумали лентяи или неудачники, потому что удачники и трудяги не нуждаются во вдохновении. Нет такого понятия, вот творческая профессия, нет, есть профессия, творческая, нетворческая, если это твоя профессия, пожалуйста, не конючь и не клянчь вдохновение. Если тебе это нужно, и без этого ты, тогда уходи из профессии, тогда ты не на своем месте. Опять, есть гениальные моряки, вот он не умеет плохо водить корабль, гениальный летчик не может плохо лететь на самолете. Я это тоже знаю на личном опыте, у меня недолго был мой личный маленький самолет с Каэтон К-10 Свифт. И вот когда инструктор мне показывал, как надо, у меня тоже возникало ощущение, что это... Но когда ты пробуешь сам, тут ты чувствуешь вот эту пропасть между тем, что вот профессионал, профессионалом, безусловно, в любой области, является тот, кто без всякого вдохновения всегда делает свою работу прекрасно. Вот тогда это день из своего дела. Попробуйте со мной поспорить в комментариях. Попробуйте. Ну, мне интересно, что вы думаете об этом поводу. Не забудьте подписаться на мой влог, лайки, комментарии, репосты. А победа, друзья мои, ну, во всех смыслах этого слова, будет за нами, потому что за каждым из нас персонально не сошареет.